Волшебный вазок Виктор Кротов. Глава седьмая. Окончание. Поиски выключателя. От этого хоровода привидений-заменителей Вагика потянула в сон. Он прислонился к спинке кресла и почувствовал, что кто-то помогает ему устроиться поудобнее. Кто-то теплый, уютный, мягкий. Широкая мягкая ладонь погладила его по голове. Тут громко залаял песик Тузик. Вагик приоткрыл глаза и увидел, что через ручку кресла к нему склонилась лень мачеха или лень матушка. Ладно, какая разница. Она заботливая, понимает, что нельзя все время суетиться. Пусть заменители прыгают себе там на экране. Но Тузик не умолкал. Ваф! Ваф! Не засыпай, Вагик! Давай искать выключатель! Ваф! Мы же идем к источнику! Не спать же нам в телевизорном кресле! Ваф! И Тузик стал деловито оттаскивать лень мачеху от кресла, уцепившись зубами за край платья. Но когда ему удалось оторвать ее от Вагика, оказалось, что нет уже никакой матушки-мачехи, а Тузик тащит за угол большую пуховую подушку. Вагик встрепенулся. Тузик прав? Пора отсюда выбираться! Стеклянные стены не выпускали их. Но должен ведь где-то быть выключатель. Главное не потерять орехи. Вагик взял их со столика и засунул в карманы. Переливающийся орех в правый карман, а светящийся в левый. Потом он слез с суперкресла и осмотрел его со всех сторон. То тут, то там встречались дверцы и ящики. Он нашел вентилятор, электрический камин, магнитофон, наушники, тостер для поджаривания сухариков, маленький холодильник, несколько одеял и вышитых подушечек, коробочку с зубочистками и всякое другое. Не было только выключателя. Тогда Вагик вместе с песиком Тузиком взялся за королевское кресло как следует. Они повытряхивали все из ящиков, скинули с полок все угощения. Вдруг они загородили выключатель и принялись разбирать само кресло. Оно состояло из множества диванных подушек разной формы. Не скрывается ли под одной из них выключатель? Серый тень на экране. — Вот, мальчик, опять я спешу к тебе на помощь! — раздался вдруг голос с экрана. От неожиданности Вагик плюхнулся на одну из подушек, которую только что снял с кресла. — Серый тень! Песик Тузик неприязненно зарычал. Но на экране серый тень чувствовал себя в безопасности и от Тузика, и от солнечных лучей. Вокруг кружился туманный хоровод заменителей. И серому теню было очень уютно среди них. Он развалился на диванчике с высокой спинкой и выглядел главным в этой передаче. Правда, со своей шляпой он все-таки не расстался. Она была по-прежнему надвинута на лоб, и глаз его видно не было. — Главное, мальчик, спереги орешек-потешек, который так красиво переливается. Он тебе очень пригодится. С ним тебе никогда в жизни не будет скучно. Любые игры, аттракционы, любые кино и мультфильмы — ты все от него получишь, если он будет с тобой. Вагик еще раз посмотрел на орешек-потешек. Орех был очень красивый. В него можно было всматриваться сколько угодно. Узоры, которыми он переливался, просто примагничивали взгляд. Но что за странный холодок, ощутил Вагик внутри себя. Неужели сквозь шум и гомон к нему, наконец, пробился интуи? Сейчас проверим. Если это орешек-потешек, значит, другой орех это... Вагик прикоснулся ко второму ореху и тут же ощутил, как все внутри потеплело. Так и есть! Это чудо-орех! Недаром он немножко светится, хотя и не переливается так красиво, как орешек-потешек. А этот чудо-юдо-орех не такой уж и чудесный, продолжал серый тень. С ним всегда много трудностей. На твоем месте я бы от него избавился. Могу помочь тебе в этом. Все равно с двумя орехами ты отсюда не выберешься. Придется один оставить. Он говорил еще что-то, но Вагик уже устал от его болтовни, в которой невозможно было до конца разобраться. Он отвернулся от серого тени, заткнул уши, чтобы немного утишить бодрую музыку и бесконечное пение заменителей. И молча позвал внутри себя. Сознатель! Сознатель! Что ты мне посоветуешь? Голос сознателя пробился с трудом, как тихая радиопередача, сквозь треск помех. С двумя орехами в самом деле не выбраться. А какое оставить себе, ты сам знаешь. Конечно, чудо-орех, сокровище. Но орешек-потешек тоже пригодился бы. Здорово ведь иметь под рукой тысячу развлечений, миллион развлечений. Может, хотя бы попробовать, как он действует? Серый тень продолжал бубнить с экрана. Смотри, мальчик, береги орешек-потешек. Он тебе много удовольствия доставит. Фильмы, мультфильмы, фокусы, покусы, качели, карусели, игры-мейнгры, павильоны, аттракционы, угощения, развлечения. Если хочешь, давай мы прямо сейчас попробуем, на что он способен. И тут Вагик вспомнил, как пробовал палочку-получалочку. Да ну его, этот потешек, из серого теня вместе с ним. Как следует размахнувшись, он бросил переливчатый орех прямо в экран с серым тенем. На тебе, твой орешек-потешек, получай свои фокусы-покусы. Песик-тузик повизгивал от восторга. Орешек-потешек влип в середину экрана, и все, что было видно со всех сторон на стеклянных стенах, стало втягиваться в него. Еще мгновение он виднелся яркой точкой посреди переднего экрана, и все погасло. Где искать дорожку? Песик-тузик непонимающе крутил головой. Удивленно оглядывался и Вагик. Они стояли посреди луга. Не было главной телебашни, не было королевского суперкресла, не было телевизорных домиков, на голове у Вагика не было короны. Из-за всего этого Вагик не огорчался. Но не было видно и волшебной дорожки. Только чудо-орех был зажат у Вагика в руке. Вагик попробовал положить его на землю. Вдруг покатится к дорожке. Нет, не катится. Как не бегал широкими кругами песик-тузик в надежде учуя дорожку, ему это не удавалось. А Вагик жалел, что оставил в волшебном воске компас «Да». Чтобы достать его, нужно оказаться на волшебной дорожке. А чтобы оказаться на дорожке, нужен компас «Да». Легкая сиреневая птичка-грустинец порхала над Вагиком. Она спускалась все ниже и, наконец, опустилась к нему на плечо. Вагик запечалился. Телевизорное королевство совсем заморочило ему голову. Где теперь его дорожка? Как на нее выбраться? Может, сознатель поможет? Сознатель взлетел повыше, еще повыше, совсем высоко, но высмотреть дорожку ему не удалось. «Зови на помощь интуи», — сказал сознатель. «Я иногда бываю отгадчиком, но сейчас без главного отгадчика не справиться». Вагик уже знал, что интуи не нужно вызывать какими-нибудь специальными словами. «Просто нужно к нему прислушаться или попробовать что-то делать, а уж интуи подскажет, так или не так». Вагик попробовал походить туда-сюда, но ничего не почувствовал. Ни тепло, ни холодно. «Значит, дело не в том, чтобы куда-то пойти». Чудо-орех раскрывается. Присев на бугорок, Вагик разглядывал чудо-орех, который не желал катиться к волшебной дорожке. Ему казалось, что орех все-таки может ему помочь. «Ладно, не катиться и не надо. Можно как-нибудь по-другому». «А как?» «Ну-ка, интуи, подсказывай дальше». «Может, взять чудо-орех в руки? Может, подышать на него?» «Точно! Под дыханием Вагика чудо-орех приоткрылся». Струйка легкого мерцания потекла из его светящейся глубины, разлилась по земле, и Вагик увидел перед собой что-то новое. Это был небольшой деревянный ящичек, стоящий, как столик на трубчатых ножках. В ящике лежали листы бумаги, кисточки, краски. Крышка ящика была поднята, и на ней был укреплен чистый лист. Лист бумаги, словно окно в неизвестное чудо, звал Вагика. «Порисуй!» И Вагик не заставил себя упрашивать. Рисовать он любил не меньше, чем лепить. Но никогда еще у него не было такого удобного столика, таких прекрасных кисточек, таких ярких красок. К тому же он столького насмотрелся в своем волшебном путешествии, что впечатления готовы были выплеснуться наружу, как газировка из бутылки. Он рисовал картинку за картинкой. Вот бородатый волшебник Айек держит на ладони все привыкино. Вот старая калитка, а за ним быстрые всадники на своих скакунах. Вот солнце, на которое можно смотреть, выдувает изо рта сознателя, нарисованного той же солнечной краской. Вот летят лепестки из смотрительного окошка и собираются в один пышный цветок. Вот клоуны-хачунчики и акробаты-магунчики играют на арене цирка. Вот лепильщики жизни строят новую деревеньку, а ломальщики таскают им бревна и кирпичи. Вот главный отгадчик интуи. Два глаза у него закрыты, а третий открыт. Вот это он разнимает гогочущую гоп-компанию на отдельных людей. Вот песик Тузик выскакивает из детской коляски, скидывает пеленки и чепчик и выплевывает пустышку. Вот сидит у ручья задумчивая Любавушка, а внутри нее улыбается Вагику мама. За ней видны Любавушка с папой, Любавушка с бабушкой, Любавушка с дедушкой. Вот высокие-высокие Терпелюшка и Великий Воу отбивают подальше крошечный мячик сил. Вот лошадка Воленс в оперении жар-птицы парит над горами. Вот компас Да сражается на шпагах с компасом Дай. Вот кружится замагниченный Пузанчик, а вокруг него закружились все торговые ряды. Вот граф Кинемато колет орешки-потешки, а из них выскакивают его разноцветные подданные. А вот и волшебный вазок с лицом похожим на Вагика смотрит, куда ему ехать дальше. Рисовал Вагик с упоением. Как только он последний раз прикасался кисточкой к листу, тот словно чувствовал это, взлетал и повисал неподалеку без всякой опоры. Вместо него появлялся новый белый лист бумаги, и Вагик снова принимался за рисование. Окна и дверь Тем временем нарисованные листы, которые висели как картины на выставке, только не на стенах, а в воздухе, постепенно увеличивались в размере. Когда Вагик закончил последнюю картинку и оглянулся, он увидел множество парящих вокруг светлых окон. Он подбегал то к одному, то к другому, и с удивлением обнаруживал, что каждый из его рисунков живет своей особой жизнью в своем особом окне. Вагику показалось даже, что окна открываются. Он подошел к окну, в котором виден был интуи, и потянул на себя тонкую раму. И точно, окно приоткрылось. За ним был мир верхних жителей. Интуи обернулся и помахал Вагику рукой. «Как мне выйти на дорожку?» крикнул ему Вагик. «Оглянись!» – отозвался Интуи. «Твоя дверь ведь совсем рядом!» «Неужели?» Вагик обернулся и подпрыгнул от радости. Последний из его рисунков превратился в прозрачную дверь. За ней виднелся поотдаль волшебный вазок с лицом, похожим на Вагика. И стоял он, кажется, на волшебной дорожке. Вагик хотел шагнуть за прозрачную дверь, но сознательно помнил. «Возьми чудо-орех!» Вагик бросился к чудо-ореху. «Чуть не забыл! Это же его новое сокровище!» Едва Вагик взял его в руки, из чудо-ореха потянулась струйка легкого мерцания, обволокла ящик на ножках, и вот уже он вместе с красками, кисточками и бумагой исчез внутри чудо-ореха. И орех закрылся. А ожившие рисунки Вагика остались. Зажав чудо-орех в кулаке, Вагик вернулся к прозрачной двери и шагнул в нее. Песик Тузик не отставал. Нарисованного воска теперь не было видно, но дорожка была видна по-прежнему. Вагик с песиком Тузиком стремглав бросились туда. Настоящая ли она? Может быть, нарисованный интуи мог подсказать, как выйти к нарисованной волшебной дорожке? Вагик шагнул на прозрачный песок, и у него отлегло от сердца. Рядом появился настоящий волшебный возок. И хотя у него не было лица, придуманного Вагиком, но все равно он казался живым и одушевленным. А вот и лошадка Воленс, прекрасная даже без жар-птичьего оперения, и сознатель, которого теперь не будет заглушать телевизорный шум. В путь! В путь! И снова цокала копытами белая лошадка Воленс по прозрачному песку волшебной дорожки. Уютно поскрипывал волшебный возок, и вслед за возком шел мальчик Вагик. Рядом с ним в воздухе плыл сознатель, а возле дорожки бежал песик Тузик, который полюбил Вагика и всюду следовал за ним. Так продолжалось их волшебное путешествие.